Я благодарна судьбе, что у меня это получилось. Сегодня наш сюжет посвящен одному выдающемуся учителю из Каспийска, Мальвине Халидовой, победителю городского этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года Дагестана-2021». Мальвина Абдурашидовна не просто педагог, а педагог по призванию, которая уже 15 лет обучает детей основам русского языка и литературы. Думаю, за эти 15 лет могла бы поменять место работы, но меня держит здесь дружный коллектив, сплоченный коллектив, готовый постоять друг за друга. И, конечно же, любовь к детям. Без любви к детям я не представляю профессию учителя. Учителем я стала благодаря моим родителям, которые направили меня в это русло. Но хотя среди моих родственников не было учителей, я была первым педагогом в нашей семье, и по моим стопам пошла моя сестра. Она работает учителем английского языка в Магарамкенском районе. Учитель признается, что порой с детьми непросто. Каждая из них – это личность, которой нужен индивидуальный подход, особенно в трудном подростковом возрасте. Однако это не является для нее столь большой проблемой. Сложнее прощаться с выпускниками, которым за время обучения привыкаешь всей душой. Для того, чтобы даже самый слабый ученик заинтересовался твоим предметом, нужно преподнести с другого ракурса, скажем, этот предмет. То есть не начинать урок с новой темы, а начинать с какой-то интересной загадки, может, по этой теме, если это русский язык. Или написать какое-то интересное предложение на доске, чтобы они разбирали, но по содержанию, чтобы это было для них актуально. В старших классах, для того, чтобы они уже заинтересовались, я отдаю им информацию для них новую, какой-то интересный факт из их творчества, чтобы они дома сами уже покопались, нашли информацию. И на самом деле вот приходят старшеклассники, это 10-11 класс, еще друг другу рассказывают, а вот представляешь, а он вот такой был. За время своей работы Мальвина Абдурашидовна неоднократно принимала участие в разных конкурсах, олимпиадах, в основном дистанционно. Но самым важным этапом в ее жизни стал конкурс «Учитель года Дагестана-2021», о котором подробно рассказала героиня и нам. Было очень волнительно, потому что одно дело судить, сидя в жюри или сидя в зале выступления другого конкурсанта, а другое дело, когда ты сама выступаешь со сцены и на тебя смотрят столько глаз, столько соперников, потому что другие конкурсанты наблюдают за тобой. Естественно, было волнительно, времени было на подготовку очень мало. За две недели надо было подготовить и урок, подготовиться и к мастер-классу, к выступлению. Но получилось и стала победителем муниципального этапа. Мальвина Халидова сумела поразить жюри не только своим талантом, но также на помощь ей пришло одно интересное хобби – видеомейкинг. Я, наверное, взяла тем, что увлекаясь помимо основной своей работы, создаю небольшие видеоролики. Решила выступить перед жюри тоже с интересным таким роликом, где я узнаю об участии в конкурсе и начинается паника, суета, бегаю из кабинета в кабинет, вставила туда вырезки из фильмов «Кавказская пленница». Там разные-разные отрывки были, музыку подходящую. И, в общем, все были в восторге. После муниципального этапа своим профессионализмом наша героиня удивляла жюри и на республиканском этапе, попав в десятку лидеров. Кроме того, этим летом Мальвина Абдурашидовна принимала участие в первом всероссийском форуме классных руководителей в Москве. Заявку подали в последний момент, признается учитель. На скорую руку заполнила анкету, в тот же вечер записала и смонтировала видео. И, честно, не надеялась на то, что попаду, ведь количество участников на тот момент превышало 21 тысячу, рассказывает Мальвина Халидова. Просто открываю почту свою, а там письмо. Вы прошли конкурсный отбор. И вот это для меня было очень неожиданно. Первый форум, всероссийский форум классных руководителей охватил тысячи классных, то есть собрал тысячи классных руководителей от Калининграда до Чукотки, до Камчатки. И это прежде всего новые знакомства, новые эмоции. Там были две большие площадки, на которых нас собирали, как по группам. И 12 дискуссионных столов за два дня. Масштабная работа была проведена организаторами. 140 спикеров выступало перед нами. После форума на самом деле уже новые эмоции, новые силы. Все равно педагогу, я считаю, нужно время от времени участвовать в этих конкурсах, чтобы не было профессионального выгорания. В свою очередь, руководство образовательного учреждения очень гордится тем, что в составе их дружного коллектива есть люди, которые прославляют наш город и наш регион. А учащиеся старших классов отмечают, что с таким учителем каждый урок становится увлекательным и нескучным. При первой же встрече она показала нам свою доброту и отзывчивость. За семь лет она стала нам не только учителем, но хорошим другом и наставником. Это тот самый человек, к которому можно обратиться с любым вопросом. Мы от своего сердца благодарны Мальвине Обрушидовне за проявленную доброту, терпение и знания, данные нам. Я заметила, насколько это инициативный человек с огромным запасом фантазии, мыслей, планов на будущее. Она у нас работает с одаренными детьми. Сама настолько одаренный человек во всех отраслях. И нам очень приятно, нам очень повезло, что именно в нашей школе есть такой грамотный педагог. И мы будем надеяться, что вместе с ним мы еще реализуем много своих идей каких-то и примем участие во многих мероприятиях. Продолжение следует...